МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как и в любом театре есть определенный график выпуска спектаклей. В среднем 4-6 спектаклей себе позволяют муниципальные театры. В год? В год, за сезон. Это сентября по июнь, скажем так, в среднем. Мы немножко опережаем график, но у нас и задачи другие. Ведь мы молодой театр, новый театр, театр во младенчестве еще находится в таком состоянии. Поэтому наша первоочередная задача – создание репертуара. Я думаю, что после Нового года мы немножко нажмем на тормоза, потому что действительно тяжело. Буквально каждый месяц новая премьера, это и в актерском плане. Тяжело, потому что мы репетируем два спектакля параллельно. А это и вопрос текста, и запоминание текста, и различный рисунок роли. В общем, такой интересный опыт для меня, для актера тоже. Вы говорите, что это примерно 4-6 спектаклей за сезон. А по направленности это разные? Да, да. Это 4-6 спектаклей. Это и взрослые репертуары, и детские. Ну, в принципе, 2-3 спектакля в основном делают либо 50 на 50 процентов, то есть 3 детских спектакля, 3 взрослых. Ну, я зачастую встречался с такими ситуациями, когда за год выпускает театр 2 сказки и 4 взрослых спектакля. Ну, так складывается ситуация в стране, что сегодня не так уж легко собрать детскую аудиторию. Я думаю, что это связано с развитием каким-то техническим интернетом и т.д. и т.п. Поэтому о театре это все-таки место для подумать. И понятие, как было в Советском Союзе, все-таки театр именно у вас зрителя, постепенно оно сходит на нет. Мы должны адаптироваться к новой ситуации в стране, чтобы поколение детей поменялось. Необходимо нам научиться ставить по-новому эти, видимо, сказки, чтобы они были интересны сегодняшним детям. Вы планируете в ближайшее время детскую постановку? Да. После Нового года у нас мы планируем выпуск подряд двух сказок. Ну, конечно же, детская аудитория, мы не должны про нее забывать. А в Ноябрьске просто такая необходимость, мне кажется, даже все-таки дети должны знакомиться с театральным творчеством. Это богатый опыт. И, вы знаете, зародить в ребенке зерно доброты, что ли, какой-то совестливости, это тоже задача в том числе и театра. Планируете ли вот в таких детских постановках задействовать юных актеров? Ну, это было бы здорово, интересно. У нас, так как студия существует при театре, ну, правда, студия от 17 лет, мы набираем все-таки взрослые. Не такие уж и дети, да? Не такие уж и дети. Более того, у нас и пожилые женщины в том числе обучаются. Да. И получают огромное удовольствие. И мы от них, и они от нас. В общем, интересно это все, забавно. Если получится, конечно, хотелось бы, чтобы и дети принимали участие в этих сказках. Другое дело, что проблема отыскать таких детей. Надо актеров искать. Да, здесь вопрос уже о закомплексованности. Просто есть понятие, как зажим. Ребенок выходит на сцену, и он забыл, что там нужно говорить, куда ему идти. Это нужно побороть. В общем, не все театры идут на это. В преддверии театрального сезона вы планировали, что состоится премьера спектакля «Женитьба». Причем в «Нефтяники». Вот в ноябре. В ноябре «Нефтяник» закрыт. В ноябре нет. Вы перенесли или отменили? Нет, так случилось. Мы обоюдно перенесли премьеру. Тому есть ряд причин. 12 декабря состоится премьера спектакля «Женитьба». Декабря. Декабря, да. И по пьесе «Гоголя», потому что есть «Женитьба» бальзаминовая. Это все материалы Островского. Все-таки мы работаем с «Гоголем». Вот. Ну, это, ну, как мы говорим, широкое полотно будет. Это большой спектакль. В нем будет задействована вся труппа. Это сколько сейчас у вас актеров? 9. 9 актеров. Ну, плюс я. Я в будущем тоже надеюсь на то, что к нам приедет режиссер, и я его заинтересую в качестве актера. Я все-таки тоже немножко соскучился по актерской работе. На сцене. Да, я абсолютно. Я когда работаю как актер, я... Не лезете в работу? Не лезу в работу. Я не советую ничего. Я выполняю то, что мне говорят. Вот моя кредо, такое правило. Ну, в «Нефтянике» будет премьер? В «Нефтянике», конечно. То есть дождетесь открытия? Да. Да. И, насколько я знаю, более того, «Нефтяник» открывается именно нашей премьерой. Вот либо оркестром открывается «Нефтяник», либо нашей премьерой. Вот одно из двух. Точно вам не скажу, потому что сейчас как бы это все на перспективу. Когда у вас вот последнее прибавление в актерской труппе было и отразилось ли это как-то на осеннем вашем репертуаре? На репертуаре ничего не отражается. Я работаю с теми, кто у нас есть. Ну, приехал вот последний актер, который к нам приехал, Антон Судеев. Прекрасный абсолютно. Откуда приехал? Актер. Он приехал с Пермского края. Вот. Он работал в разных театрах. Ну, самый интересный театр, в котором он работал, это город Нижний Новгород, театр комедия. Шикарный театр. Он поработал и там, он и в цирке поработал. У него есть... Вот, значит, помните, в советские времена был такой клоун, как там АБВГД, какой-то знаменитый клоун. В общем, он наш Антон, он проходил курсы. У него. У него, у этого культового клоуна. Он многие вещи знает, это абсолютно эксцентрик. Это большое счастье, когда в трупе есть такой актер, вот он просто выходит на сцену, и, в общем, уже интересно следить. Может быть, это пока. Ну, вот сейчас мы все вместе получаем удовольствие от него, а он от нас. Как-то такая интересная компания у нас собралась. Планируете еще кого-то приглашать? Ну, даст бог, все будет нормально. В 2019 году хотелось бы, конечно, еще... У нас есть ряд позиций, на мой взгляд. Нам нужно бы еще женщину, взрослую, взрослую актрису. Вы говорите, вот у вас же есть дамы, но вам профессиональную надо. Да, да, нам нужна профессиональная актриса. К сожалению, вот если бы в ноябрьске таковая была, я был бы счастлив, если бы мы подошли обоюдно друг к другу. А это вот какой примерно возраст? Я думаю, ну, 45-50, ну, это необходимая позиция. Есть ряд материалов, которые хочется сделать, а там все-таки есть возрастная героиня. Всегда есть в театре выход. Молодая актриса там сможет сыграть. Другое дело, что этот прием, он обязывает весь спектакль играть определенным образом. А это тупик, в общем, для нас. То есть вот такая вот есть вакансия, которую хотелось бы все-таки закрыть. Хотелось бы иметь, да. Ну, и, конечно же, можно, по возможности, если бы появился еще у нас один актер, красивый, молодой, который бы влюблял всех красавиц, наших прекрасных зрителей. Ноябрьский великолепный зритель, у нас обовидная любовь. Мы всегда его ждем. Я знаю многих зрителей, просто уже познакомился. Ну, вот нам нужен такой еще актер, конечно. Ну, и, в принципе, административная часть, я думаю, появится и наш режиссер. У нас свой режиссер будет, который будет ставить, возможно, еще ряд позиций. То есть мы обогатимся еще людьми. Ведь театр — это не только актеры. Это в том числе и администраторы, это и определенные цеха. Это художник-постановщик практически. Для меня это главный человек в театре. Потому что я спектакль делаю не один, а с художником. Что-то я предлагаю, что-то он. Вот данный спектакль «Женитьба» мы делаем с Кристиной Данилиной. Это великолепный абсолютно сценограф из Петербурга, которая работала в Александринском театре. Вот. Поэтому нам нужен... Мне нужно, чтобы в Ноябрьске находился... Такой человек. Век нам очень не хватает. Хотя на данный момент я работаю с Игорем Супручуком, который работает в штате Руси. Вот. И те вещи, которые мы выпускаем, в общем, это все и благодаря ему. Он, в общем, самородок, он интересные вещи предлагает, он прислушивается. Один из тех людей, который может позвонить вечером, сказать, слушай, а давай попробуем что-то еще. Заинтересован. И, в общем, это же и есть творчество. А что? А как еще? Поэтому мы находим постепенно людей, которые находятся с нами в одной, как я говорю... На одной волне. Мы в одной подводной лодке. У вас подводная лодка. У меня подводная лодка, да. Я работал три года в Северодвинском. Которая не сбежишь. Не сбежишь. И не нужно пробовать. И не хочется, мне кажется, оттуда сбежать. Пока все складывается так, как мы хотим. Ваши постановки проходят в Руси. Насколько эта площадка удобна для спектаклей? И без отсутствия профессиональной площадки все-таки ли все сценические идеи удается воплотить? Либо это сказывается? Ну, это причинно-следственная связь. Я все-таки знаю площадку изначально, на которой состоится спектакль. И изначально ставлю под эту площадку. Пострадаетесь уже? Да, конечно. Потому что, ну, вы знаете, я видел разные сцены театральные. Конечно же, когда ты ставишь на площадке, скажем, питерского тюза, ты можешь рассчитывать на все, что угодно. Потому что там, извините, часть сцены поднимается вверх, а это отъезжает. Она трансформируется сцена. Ну, там возможности свои. У нас возможности свои. Вот. Но театр это ведь определенные правила. Зритель-то все это видит, понимает. Поэтому в каком-то смысле я закрываю, и мы все закрываем на это глаза. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы когда шел спектакль, нам кинематограф не мешал. Потому что мы играем в спектакль, какие-то зоны пауз. А в большом зале, или когда мы играем в спектакль в фойе... А там слышно. Это все слышно. И, в общем, мы проигрываем в этом смысле. Это не скрываемся, это знаем. Но в этой ситуации... И я, и все мы, мы работаем в тех условиях, которые на данный момент у нас есть. Что не так уж и плохо. Но спектакль-арт мы играем в фойе. Буквально сцена все импровизированная. Вот. Спектакль идет с успехом. У нас на премьерах, когда премьерных спектаклей за три дня билетов не было. Раскупают. А предпоказ сдачи спектакля мы в «Ночь искусства» играли в 10 часов вечера, если я не ошибаюсь, в музее ресурсном. И большим удовольствием продержали внимание зрителей. Час сорок. Три актера на сцене. Без каких-то эффектов музыка звучит в начале спектакля и в конце. Вот принцип игры французской современной комедии, она в этих зонах паузы. И я очень боялся, как это пройдет в ноябрьский. Потому что темпоризм современной жизни, он требует события, события, события. Но вы, как человек-телевизионщик, понимаете, о чем я говорю. Вот как реклама сегодня работает, все, кадр быстро должен меняться. Поэтому я удивился, мне приятно, что зритель воспринял этот спектакль. Он с успехом идет. Классный, здоровский спектакль, который зритель в январе может посмотреть, но уже не в фойе, а в премьер-зале. Ваши декорации очень аскетичны. В том числе и поэтому? Ну, они, те спектакли, которые мы выпускали, значит... Они там и не нужны? Они там, мы исходили из того, что нам нужно было. Я все-таки противник такой сценографии, когда все заставлено просто, и это мешает актеру. Но я все-таки главный человек в театре. Для меня и не режиссер, а актер. Я лишь ему помогаю. Но вот в спектакле исповедь контрабасиста, я-то не сказал, что там декорации аскетичные. Там все-таки и теневой театр появится. И не буду раскрывать все секреты, пускай зрители посмотрят. И у нас контрабас, это не просто инструмент, который стоит на сцене. Он, в общем, тоже двигается. Тоже актер. Актер, он тоже двигается и тоже говорит. В общем, там история другая немножко в плане решения. То есть вы интригуете. Да. Надо идти. Надо идти. Сколько времени необходимо, чтобы подготовить премьеру спектакля? И если, к примеру, вы видите, что материал еще сырой, вы можете перенести сроки премьеры, либо вот все уже? Про физносу, но надо. Если сроки стоят, значит надо. Зависит все от материала. Какие-то средние, можно сказать? Ну, в принципе, два месяца. Два месяца. Два, два с половиной месяца ставится спектакль. Вот в среднем. Я не сторонний переносить спектакль. Но иногда, на моей практике я не переносил спектакль, но иногда очень хотелось. Иногда это нужно было сделать. И просто какие-то молитвы свои появляются. Какой-то приятный страх и интрига. И облегчение потом уже. Облегчение. Я не люблю, я боюсь этого ощущения. И боюсь, вот когда, допустим, перед премьерой, ты уверен, что спектакль будет успешным. Для меня это проигрыш изначально. Я люблю все-таки рисковать. Но облегчение после уже, когда премьера состоялась. Для меня это облегчение в том, наверное, если я понимаю, что мы донесли свои цели, зритель ушел с определенными мыслями. Мы где-то заставили зрителя задуматься над определенными вещами, темами. Определенные темы подняли злободневные. Вот если это все прозвучало на определенном спектакле, для меня это спектакль успешный. А если это аплодисменты, так сказать, культурных людей, которые посмотрели спектакль, и после должны быть аплодисменты, ну это проигрыш. Поэтому здесь часто мы обманываемся. Спектакль прошел, он прошел плохо. Но зритель культурный, добротный, он поаплодировал. Вы это видите? Как вы понимаете, что что-то вот мне... Это слышно во время спектакля, очень слышно. Как хлопают? Мы определенные сцены, которые выстраиваем. Во время спектакля ты даже можешь в кулисах стоять, ты слышишь зал туда, он понимает, что сейчас происходит. Он идет за тобой или нет. Это слышно. Можно даже ходить в фойе и слышать определенные реакции зрительские. А иногда вот в арте, в спектакле арт, для меня удивительные вещи происходят. Я точно выстраивал определенные куски, которые были рассчитаны на реакции зрительские. Вот они не сработали, а те вещи, на которых мы ставили акценты какие-то смысловые, вот они срабатывали. Срабатывали. И актер уходит просто со сцены, и аплодисменты, и смех. То есть, как это, вот никогда не знаешь... Не предугадаешь. Да, да, да. Это субъективно все, потому что я не могу залезть в голову зрителя нашего. Я не знаю, а чем он живет, какие он книги читает, как он воспринимает, что его интересует, какие у него убеждения. Поэтому мы здесь можем расходиться в восприятиях. Очень сложно предугадать. Но иногда совпадает. Когда это совпадает, ну, с счастьем, конечно. А это как в любви, мне кажется, знаете. Разве не так? Приходится после премьеры иногда вносить какие-то корректировки? Всегда. Всегда? Всегда. Я вообще сделал такую традицию, во всяком случае, ноябрьский театр хотелось бы, чтобы это в дальнейшем было. Чтобы премьера спектакля, это не означает, что все, мы выдохнули и забыли про этот спектакль, мы его только лишь показываем. Во-первых, у нас есть прогон перед следующим спектаклем. И я могу что-то поменять. Вот, допустим, спектакль «Станция», он три раза менялся. У нас есть один зритель, который ходит на все спектакли наши, которые повторяются. И он замечает это. И он с удивлением понял, что он три разных спектакля посмотрел по мизансенам. Ну что, девушки наши актрисы сказали, ну вот мы же продолжаем репетировать, он меняется. Вплоть до того, что какие-то куски по свету что-то может поменяться. Ну, идет время, мы меняемся, и хочется что-то поменять. Это живой процесс. А если не секрет, вот вы говорите, зритель, который ходит постоянно на все постановки, это мужчина, женщина, взрослый? Это мужчина, я так, я с ним, можно сказать, заочно знаком. А вот наши актрисы и актеры, они с ним знакомы, он приносит, он любезный, очень вежливый, прекрасный. Он приносит даже фотографии, какие-то вырезки с газет с нами, он приносит нам, дарит эти вещи. Фанат. Фанат, вот, и мы его просто видим, когда он в зале, нам очень приятно, он садится всегда. Греет душу. Греет душу, но такие люди, не знаю, ему приятно проводить эти вечера вместе с нами, а нам с ним приятно. А таких много? Есть уже, вы замечаете, что люди, ну в принципе, город-то у нас небольшой, у нас театральная публика уже сложилась. Да, театр, он, театр ведь, он либо отталкивает, либо влюбляет, вот, и я разные слышал мнения, которые я слышал, не только радость по поводу появления нашего театра, ведь в городе я слышал такие мнения, очень скучно и зачем я пришел, вот, но больший процент, значит, тех зрителей, которые были у нас в гостях в театре, они все-таки на следующий спектакль покупают билеты, они интересуются, какая следующая премьера. Это радость, театр, он не для всех во все времена был, это искусство, как говорят, элитарное все-таки для людей, которые готовы как-то увидеть отражение жизни, современности на сцене. А это не всем нужно просто изначально ведь. Ну то есть вы этим себе сильно как бы вот душу не травите, что если вот кто-то так сказал? Абсолютно нет, абсолютно нет. Ему надо в другой зал в Руси идти, наверное. Знаете, как говорят, что делать? Понять и простить. Понять и простить. Вот, мы понимаем, мы прощаем, и я ведь тоже ряд спектаклей смотрел и не понимал, зачем я здесь сижу. А может быть этот человек зря не пришел к нам на следующий, другой спектакль, на другую премьеру. Ведь спектакли разные бывают. Что-то подошло, что-то нет. А где-то, может быть, мы что-то лишнее сыграли, и этого человека это как-то задело неприятно. Но ведь, да, вот допустим, спектакль «Женская доля», я не думаю, что он всем женщинам может понравиться. Я просто не думаю, я не думаю, что все понимают. Вот я, к сожалению, не смотрела. Ну там вот работает большая метаморфоза, вот женщина, скажем, крупная, большая такая, она во время спектакля, значит, снимает парик, снимает себя все, и она остается как чуть ли не стриптизерша, кричит Сереже музыку и поет песню. Вот микрофон живьем поет. И я думаю, что не все понимают, не всем нужна эта метаморфоза. А я хотел сказать лишь то, что в каждой женщине живет красавица. Вот и все. То есть это театральная форма, в которую мы так это придумали, так придумалось, мы это так сделали. Вот, поэтому, может быть, я кого-то обидел какими-то вещами в этом спектакле, я извиняюсь. Как отбираете произведения для постановок? И ориентируетесь ли на чье-то мнение? Актуальность, актуальность. Если, кажется, это сегодня может быть живо на сцене, если это может быть интересно. И возможность труппы, возможность определенных приемов, технические наши возможности. Это целая совокупность. Но для меня, вот если я читаю пьесу, а в основном выбираю из того, что уже читал, а из того, что новое, одну перспективу оставляю, оно должно либо как-то уйти, либо остаться. Ну вот, то, что греет сердце, то, о чем хочется поговорить. С актерами обсуждаете, нет? С актерами ничего не обсуждаю. Я выбираю материал. А режиссер, мне кажется, я не должен. Режиссер, очень эгоистическая профессия в идеале. Режиссер должен ставить спектакль для себя. А зритель, тогда этот спектакль может быть хорошим. Если режиссер ставит спектакль сугубо для зрителя, этот спектакль, он изначально, он будет проигрышным. Ты должен поставить спектакль... Чтобы тебе понравилось. Который ты сам захочешь посмотреть и поделиться этим со зрителем. Вот тогда этот спектакль, он может быть интересным. А мы же знаем эти спектакли, которые сделаны, скажем так, в темпо-ритмах улицы. Эти спектакли всегда видны. Они очень... Кто бы там ни играл, мы же видим все зачастую эту антрепрезу, которую возят по стране. И знаем, почему она так сделана, на какую аудиторию эти спектакли сделаны. Все это понятно. Поэтому тут очень сразу видно спектакль, с какими целями ставился. Над какими спектаклями сейчас работаете? И следующий год в России объявлен годом театра. Да. Уже думаете, чем будете удивлять жителей города? Каждую репетицию думаешь, чем будешь удивлять. Да, ну, ряд премьер будет в 19-м году из взрослого репертуара. И сказки. Мы сейчас, начиная с января месяца, у нас первоочередная задача выпуск двух сказок. Потому что мы не должны забывать, опять-таки, повторюсь. Родители. Под детскую аудиторию. Это очень важно. Очень важно. Это, кстати говоря, что касается сказок, ведь сказку поставить очень сложно. Очень невероятно сложно. Легче поставить два взрослых спектакля, нежели одну сказку, даже на 45 минут. Поэтому я ставил сказки, и там пластический грим был, и уши, носы. Там все было и здесь мы на спектакль «Женитьба» это все заказываем в одной мастерской прекрасной в Петербурге. Это все современная пластика. Если это нос, то этот нос выглядит так. Что это нос? Что это твой нос? Настоящий. Настоящий. Просто сегодня есть такие возможности. Поэтому детей есть чем удивить, и мы будем это делать. Как вы думаете, вот в этот год, надвигающийся год театра, на какие проблемы театральной жизни общероссийского и местного уровня стоило бы обратить внимание? Не знаю, мне кажется, проблема в театре, она и существует в самом, наверное, внутри театра, в каждом театре. Мне кажется, есть ряд театров, которые говорят, вот у нас этого нет, этого нет. А я пример приведу. В 90-х годах ныне знаменитый Евгений Гришковец создал свой театр в Кемерово, и у него не было зрительного зала. Он взял забор, поставил, зрители садились просто на забор, который был приподнят. Вот такой амфитеатр. Этот театр стал очень знаменитым. Поэтому, ну, мне кажется... Проблем достаточно, наверное, и будет, да? Они и были, и будут, но зачастую эти проблемы, они сугубо внутри театральные. Я думаю, что сегодня и Гамлета можно играть в современном пиджаке. Не всегда нужны исторические костюмы. Ну, это развитие, это не я так решил, это развитие, так существует современный театр. Вот это началось вообще в 60-х годах, Петербург и так далее. Вот это все начали. Поэтому я видел ряд спектаклей, когда я в конце только спектакля понимал, что это не исторический костюм. То есть это сделано было так классно. Это был либо свитер вязанный, либо это выглядело как кольчуга. Ну, сценический свет дает определенные эффекты. То есть, в принципе, каких-то таких проблем, которые общие для вообще театральной жизни, вы не видите таких серьезных? Я думаю, что зачастую эти проблемы и создаются либо режиссерами, либо актерами. Не всегда понимаешь, что нужно определенному театру. Вот если собрать, ну, наверное, 90% режиссеров муниципальных театров Российской Федерации, они ответят, ну, денег, финансирования не хватает. Это действительно так. Ряд театров существует очень на сложных условиях. Поэтому, я думаю, год театра должен поспособствовать все-таки тому, что эта проблема, она как-то будет решаться. Ну, а, в принципе, театр – это ведь такая песочница для взрослых. Поэтому при желании можно пойти, своровать забор, поставить, как когда-то сделал Гришковец, и заинтересовать зрителя. Всегда есть. Я в Петербурге, у меня была своя театральная студия. И я людей увлекал, не имея какого-то финансирования. Вот. Ну, театр – это, в общем, немножко такая, связанная всегда с интересной компанией. Для меня важно всегда то окружение, которое… Вот кто со мной работает. Мне не важно где, мне важно с кем. И часто мысли рождаются не дома, в одиночестве, там, или с кем-то, или вообще не с женой. А приходишь на репетицию, на актера присмотрелся. Вот точно, вот так нужно эту сцену решать. Поэтому часто, ну, как говорят, вдохновляет, что ли, именно партнеры. Спасибо, что вы пришли к нам. Спасибо вам. А я напоминаю, что наша студия открыта для всех. Если у вас есть интересная тема для разговора, мы готовы ее обсудить.